Здравствуйте, друзья! Сегодня я покажу, как же я делаю сметану. Собственно, была у меня банка 3-х литрового молока, домашнего коровьего молока. Туда я добавила закваски от скисшего молока, чтобы она быстрее закисла, и чтобы как можно была сметанка потом слаще и вкуснее. Когда закисает молоко, сверху образуется слой сливок, а кисломолочные сливки это и получается сметана у нас. Вот эту часть я полностью буду снимать. Где-то пол литра получится у меня сметана. Вот сейчас я сниму и покажу. В общем, я сняла верхнюю часть и получилась у меня баночка сметаны. Вот такая она пока еще жиденькая, постоит, еще немножко загустеет в холодильнике. Но это именно сметана, кисломолочный продукт. Она будет кисло-сладкого вкуса такая. А то, что продают обычно густые сливки, это именно сливки, которые прошли обработку через сепаратор. Вот так вот делается просто сметана и в то же время вкусно. Можно добавлять заквасочку, есть специальные закваски, можно использовать уже свою. Вот в следующий раз останется немножко в банке сметаны. Снова купить банку молока и этой же сметаны добавить в ту банку, и оно скисает очень быстро и таким образом будет вкусное. А с этого мы можем просто использовать кисляк на какую-то выпечку, как кефир. Можем сделать творог цельный. И у нас еще сыворотка останется. Там ее немного, правда, вот именно такая, которая необработанная сыворотка. Мы ее обязательно используем в огород в качестве удобрения и средства от болезней. Как это делается, я могу показать в следующем видео. Я не стала вчера видео выкладывать, чтобы показать, какая сметана получается на второй день. Она получается довольно-таки густая. Такая вот очень вкусная. Пользуйтесь рецептом. Это очень просто. КОНЕЦ